И еще о воскресной мозаике поговорим с первым вице-мэром столицы Валерием Козловым. Он сегодня гость в нашей студии. Валерий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Так для чего же придумали эту череду праздников? Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, главная задача наша это создать хорошее праздничное настроение, подарить праздник, вернуть те добрые традиции, которые когда существовали в нашем городе, это проведение вот таких праздников микрорайонов, когда не уезжая в центр, недалеко от своего дома, можно прийти, приятно провести время, занять своих детей, совершить покупки, ну и просто отдохнуть душой в воскресный день. Известно, что воскресная мозаика это не просто развлекательная программа, да, площадка. Известно, что там проходят еще некие состязания. Кровеческая викторина, дачный урожай и мой микрорайон. Ну, мы постарались действительно сделать эти праздники тематическими и еще более привлекательными через некую конкурсную соревновательную составляющую, дав возможность юным садовкарцам сразиться в конкурсе на лучший рисунок, знатокам нашего города, района в краеведческой викторине, самым быстрым и ловким в спортивных конкурсах. Ну, наши ветераны, как всегда, похвастаются своими успехами на садово-огородческих участках. Поскольку у нас цикл мероприятий, то логично, на наш взгляд, показалось подводить итоги в последний день, 14 сентября. Но на всех трех предыдущих праздниках каждый участник конкурса получает соответствующий купончик за ту или иную успешную, так сказать, проявление своих талантов. И розыгрыш состоится 14 сентября во всех номинациях. А какие будут подарки? Ну, подарки будут самые разнообразные. От бытовой техники до мелких таких, может быть, детям приятных сладостей. Ну, я думаю, что все-таки главное – это массовость и участие. Но, тем не менее, есть действительно ценные призы, как то газонокосилки, и садово-бытовая техника, и другие подарки. Праздник постоянно будет на открытом воздухе. Есть ли варианты в случае дождя перенести это все под какую-нибудь крышу, в стенд, не знаю? Ну, к сожалению, погода – это единственное, на что мы на сегодняшний момент не можем повлиять организационно. Она нас очень беспокоит. Конечно, возможность частично есть, потому что мероприятие проходит, как правило, на пришкольных территориях или рядом с каким-то спортивно-концертными комплексами. Мы постараемся все, что возможно, перенести под козырек. Но тогда, конечно, программу придется и сокращать по времени, и, возможно, немножко сокращать с точки зрения ее наполнения. Но все, что будет возможно провести в крытых помещениях, мы перенесем, конечно. Первая мозаика уже позади. Есть ли какие-то замечания, может быть, что-то решили усовершенствовать? Ну, мы сегодня провели уже оргкомитет со всеми организаторами площадок. Ну, конечно, нет предела совершенства, поэтому мы обменялись мнениями. Где-то мы планируем немножко скомпоновать по компактной площадке. Где-то мы считаем, что нам не хватило торговли. Отметили все коллеги-организаторы, что уже необходимо нам торговля канцелярской и школьными письменными принадлежностями. Уже следующая мозаика будет уже в канун 1 сентября. Ну, вот такая вот настройка, конечно, по каждой площадке будет произведена. Спасибо, Валерий Владимирович, за развернутый ответ. Я напомню, на студии был первый вице-мэр столицы Валерий Козлов.